Ко мне должен приехать Дима. Жду вот. Позвонил. Говорит, деда. О, идите, встречайте. Ну, ты без колбасы пришел? Я? Да. Я себя привез. Себя привез. Здорово. Привез, привез. Ну что, а колбаски привез бы. Было бы вообще хорошо. Слушай, а жалко я вот, не все знают же, про мистера Колбаскина. Твоего, помнишь же, да? Ну, конечно. Он же убежал из дома, его отравили. Ну, что тогда из них пройдет. Ну, служба, как бы тебе сказать, которая следит за бездомными собаками, ну, как ее назвать там, я не знаю, эту службу, они вместо того, чтобы делать вольеры и собирать их туда, ну, как бы, питомники. Ну, как за границей. Или собачьи, там, эти, питомники, или загоны, ну, как они называются? Ну, да, питомники. Ну, питом, да, собачьи питомники, и там их раздавать потом. Кошки, собаки, они их просто ездят по станице и травят. Это не люди просто еще, самые настоящие. И вот и отравили мистера Колбаскина. Так жалко, будка осталась же у тебя, да? Ну, будка, да. Которой Жоржик вырос. Где Жоржик? Жорик, ты же отдал свою будку, помнишь? Мистеру Колбаскину. Ну, вот, есть такие люди. Всякие люди бывают в жизни. Вот, Лерочек у нас, видишь? Дворняжечка тоже, собачка. Такая, непородистая. А мы его любим все. Пирог. А он осторожный. Такая, и Бельчика любим, и Лирика, и Жорика любим. Я у тебя, конечно, поспешу, потому что у меня еще есть задание. Собственно, достал эту камеру и снимаю. Вот дары сада, видите? Ох, тяжело. Иди, неси. Потом придешь на виноград. Вот это возьмем еще. Это вот мамардика. Это боярышник. Подождите, покажу. Меня спрашивают, на что похожий вкус мамардики. Земляне похожи на гранат. А я думаю, что похожий на мамардику. Ну, я не могу объяснить. Ну, неси. Сейчас раздаю, потому что, ну, куда девать? Столько урожая. Ну, два-три года, конечно, ничего не родило. А потом пошло, поехало. Лирочек, ну что ты побежал? Он так осторожно с собаками, ну, как с Бульками. В любой момент может произойти драка. В любой момент. Но не только с ним. Она может произойти и с Жориком, и с Марсиком. Одну Мирку только не трогают. Вот. Не знаю, почему. Ну, потому что девка, может быть, лихая. Может быть, они же понимают, что с ней лучше не ссориться. А то потом просто отвергнет и все. А я думал, ты уехал. Еще ж виноград забери. Да я, чтобы они не выдержали. Ну, да, это правильно. Техника безопасности. Забирай. Виноградик. Сегодня я отдал два здоровенных ведра Сереге Труссову на вино будет делать. А это просто детям покушать. Никто ж из подписчиков не приезжает. Варенье вкусное, кстати. Чего? Да, Бадусе делала как-то, по-моему, из винограда. Из винограда? Ты прости-ка, у нас же много. Давай сделаем варенье. Или это она, или это яйцо передавало. Да, по-моему, это выдумка. Как и... Не, я ел, знаешь, что помидоры. Варенье из помидоров выел. Да можно из чего угодно сделать. Да понятно. Из помидоров я ел, конечно, давно. Лет 40 назад, наверное. А может и больше. Но у меня запомнилось до сих пор. Ну что, передавай привет. Пусть сами приходят. Скажи, Настя, Миша, вон. Встанешь, все, сейчас у него школа, учеба, занятия. А ты вот у них, как видишь, разводящий. Ну да. Так, ну все, провожайте, Дима, пошли. Ну все, ладно. Но все равно пусть приходят. Там же и озеро почистили сейчас, и рыбу красную запустили в большой. Ну все, давай, Дим. Все, давай, Дим. У меня же смотри, тут я столик поставил. Знаешь для чего? Руки когда заняты, вот иду с камерой. Да, поставить что-то. Поставлю и потом открываю. Ты машину не глушил, что ли? Нет, там Никита сидит. А, Никита? Ну давай. Привет, Никите. Там он по машине. Там не видит. Ну ладно. Ну давайте. Давай. Закрываем. Саня-то сейчас все уткнутся в свои телефоны. И все. Глаза продрал и в телефон. В Инстаграм, в Одноклассники, ВКонтакте. Ну что, хочу отдельно про лирика сказать, что многие, конечно, жалеют лирика. У него жалкое лицо, жалостливое. Такое жалостливое лицо земляне. Вот даже Виктория всегда говорит, это еще тот артист. Всегда из себя жертву изображает. Глазки застрой. Такое все. Вот видите, вот какие есть, такие есть. Ну лирок, это еще тот, я сказал, Жорик его хлопнул. Они чувствуют интонацию. Поэтому он, ну как, чисто внешне. А внутренний никто ж не знает. Внутренний, только я знаю. Когда был марсик маленький, он на нем ездил, лирик. Буквально ездил, садился и катался на нем. И он не понимал, что марсик может вырасти. Да, был маленький, был вообще как, ну марсик, вот такой был. А потом, видите, марсик вырос. И знаете, как говорят, никогда, марсик, никогда не обижай маленькая, неизвестно, кем он вырастет. Я чувствую, тут что-то уже, смотрите. Так, я ухожу. Я ухожу, потому что марсик сейчас при мне будет драться. Иди, марсик, иди, иди, заходи, марсик. Все, ты оставайся. Видели там, что происходило? Я уже чувствую, все, он агрессивный. А ну-ка, перестаньте. На мирку не кинется, я уверен. Но, это мирка на него. Но там рядом с Жорик бегает, а? А ну-ка, сейчас я вас водичкой оболью. Что это такое? Кому сказал? Да. И что это? Что это было? Ну-ка, выходите быстро. Все, пошли. Все, все, выходи. Что-то тут. Ой, какая-то агрессия. Что такое? Что на тебя напало? Марсик. О, мирка на нем пытается поехать. Ну-ка, отойду. Он сейчас в таком состоянии, смотрите. Побежал. Она его отбивает от Жорика. Видели? Вот он побежал. Она не дает ему. А он пытается... Мирка, молодец. Защищай Жорика. Он сейчас чуть не напал на Жорика. Видели? Она его два раза отбила. Уже я и то начинаю замечать такие. А почему? Потому что я начал производить имя Лирик. Так вот, когда я несколько раз произнес, у этого появилась ревность. А тут, кто попадется под руку, тот и виноват, как говорится. Так вот, я закончу, что Лирик, он ничем не обижен. Он уходит, в 7 утра ребята приходят в сад работать, и он с ним идет. И до вечера, и он там. Они ему кусочки дают. И пиццы, и пирожки, и все, что у них есть, они все. И он кусняшки целый день получает. И сказать бы, что Лирик обижен, или не обласкан. Да его ребята выненчили, на тачках возили, на мотоцикле катали его. Я миллион раз снимал про это видео, и все равно его жалеют. И все равно Лирик такой вот, у его прям бедной бульдожки его забили. А когда он обижал Марсика, никто же этого не видел и не знает. Но зато вот, вот что значит, вид. Говорит, вид и денежки берет. Так вот, Лирик, тебе надо, знаешь что, в цирке выступать. Вот она побегала, сполоснулась, у нее тут своя ванна. Еще разок от пива, мадам самостоятельная. Конечно, ее никто не будет жалеть, потому что она... А Лирка все жалеет, глазки грустненькие, такие. И сидит вечно в будке, мордочку высунет. И такое же прям создание. Ну, как говорится, не верь глазам своим. Ну что, хорошо вечером я хожу. У меня здесь много красот. Смотрите, вот она. Видите, цветет. Акация. Это красная акация. А вон там у меня, блин, каранская красная. Она на закате хороша видна. Хорошо, хороша. А сейчас, ну вот, цветочек один, видите. Сейчас уже темно, плохо видно. Вот я вечером с ними погуляю. Потому что сад закрыт. Вечером я не хожу с ними в сад. Не, хожу, конечно, если надо снять видео, я и ночью пойду. А Лирочек просто устал. Он целый день сегодня был на речке. Во-первых, он не балуется, он самостоятельный. Бульдоги лезут в воду, лезут. Могут утонуть. Лирок отличный пловец, великолепный. Я ему доверяю ходить туда, а этим не доверяю. Эти ребята ненадежные. Поэтому они только со мной ходят. Ну, что, заканчиваю я вечерний репортаж. Иду ужинать. Лирок, ну, изобрази жертву, пожалуйста. Изобрази, чтобы выдавить слезки у кого-нибудь. И что, фух. Выдавить. Пусть кто-нибудь заплачет. Картлировочкой жалко. Картлировочкой жалко. Продолжение следует... Продолжение следует...